Я Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о том, что такое VPN, для чего это нужно и какие сервисы можно использовать. VPN от английского Virtual Private Network – это обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, например, интернет. Преимущество использования VPN для вашего личного компьютера состоит в том, что ваше пребывание в интернете становится более безопасным и конфиденциальным. Также важным фактором приватности является возможность использования VPN-серверов в других странах, когда будет невозможным отследить ваше настоящее местоположение по вашему IP-адресу, который в таком случае будет определяться местоположением VPN-сервера. Ваш трафик будет передаваться к VPN-серверу в зашифрованном виде, после чего там он расшифровывается и передает ваши запросы сайту. Сайт передает ответ VPN-серверу, который шифрует этот трафик и отправляет вам. Так, для чего же нужно использовать VPN? Здесь есть несколько ответов. Вы сможете использовать недоступные или заблокированные ресурсы в вашей стране, повысить свою конфиденциальность, а значит скрыть свое реальное местоположение и историю посещаемых сайтов и поисковых запросов. Также важно обезопасить себя при подключении к открытым сетям, например, в кафе или аэропорте. Например, в случае, когда вам нужно зайти в ваш банковский аккаунт с ноутбука, когда вы находитесь в аэропорте, настоятельно рекомендуется использовать VPN-соединение. Помимо безопасности, VPN часто может помочь и сэкономить, когда вы совершаете покупки в интернете. Часто стоимость товаров или услуг может отличаться в зависимости от того, из какой страны человек зашел на сайт. Одним из таких ярких примеров может стать кейс про стоимость авиабилетов. Стоимость перелета из Сиднея в Лос-Анджелес различна в зависимости от того, из какой страны вы производите поиск. Так, меньшая стоимость могла бы составить 2929 долларов, если покупать из Новой Зеландии или использовать местный VPN-сервер. А максимальная стоимость – 5424 доллара, если покупать из Литвы. Разницу в стоимости вы видите сами. Какие же сервисы можно использовать? Во-первых, сразу хочу сказать, что практически все хорошие VPN-сервисы платные, и многие имеют либо триальное время использования, либо ограничение трафика, когда до 500 МБ можно использовать бесплатно, а дальше на платной основе. Я расскажу о пяти сервисах, в которых есть возможность бесплатного использования. Начнем с GetClock. Это простой VPN-сервис для macOS и iOS, который дает своим пользователям месяц бесплатного использования, после чего можно приобрести подписку за 3 доллара в месяц, которая включает 5 ГБ трафика, что будет достаточным для личного использования. Второй сервис – Private Tunnel, который дает возможность бесплатно использовать VPN-сервисы при ограничении трафика в 500 МБ. Здесь есть версии как для Windows, так и для Mac. Третий сервис – это Hotspot Shield, у которого тоже есть версии для различных операционных систем и возможность бесплатного использования с ограничением числа VPN-серверов и скорости трафика. Четвертый сервис – Golden Frog, также 500 МБ бесплатного трафика в месяц и версии для разных операционных систем. Пятый сервис – TunnelBear, имеет ограничение для бесплатного использования в 500 МБ и версии для Windows и Mac. Теперь я покажу, как работает VPN на примере этого сервиса. После того, как вы скачаете, установите и запустите программу, у вас возникнет такое окно, где есть простой тумблер включения и выключения. Рядом в списке можно выбрать страну, в которой находится VPN-сервер и через которую вы получите новый IP-адрес. Например, я выберу Нидерланды и включу VPN. Теперь проверим, как я отображаюсь в сети. Для этого зайдем на сайт Яндекс.Интернет. Изначально мое положение было в регионе Москва. Теперь я обновлю страницу, вижу, что отображается Амстердам, а значит, VPN работает и у меня теперь голландский IP. Для проверки можно также зайти, например, на сайт Spotify, который в России недоступен. Теперь же я смогу им спокойно пользоваться. Таким образом, использование VPN сделает ваш серфинг в интернете более конфиденциальным, обезопасит вас при использовании открытых сетей и даст возможность посещать недоступные ресурсы, сохранив частную информацию, недоступной. Субтитры создавал DimaTorzok